Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Меня зовут Анна Кафелина. Рада приветствовать вас на своём канале Style Epidemia. Он о моде, красоте, обуви-шоппинге, а также о том, как найти свой стиль. В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, как выглядеть дорого и в то же время не тратить на это кучу времени. Ведь всем нам понятно, что купив дорогущие вещи и потратив на это целое состояние, можно выглядеть шикарно. Но в то же время хочется сэкономить свои денюжки и потратить их на впечатление, на отдых, а не только на вещи, которые будут висеть у вас в шкафу, которые вы будете иногда носить. К сожалению, шильдик на очередной кофточке не даёт гарантию, что вы будете выглядеть шикарно. И, например, даже не вовремя выщипанные брови могут испортить весь ваш образ. О том, как выглядеть шикарно и роскошно каждый день, я расскажу в сегодняшнем видео. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Пожалуй, самым важным и главным принципом в роскошном и дорогом образе – это ваша шевелюра. Я всегда говорю, что женская прическа должна быть шикарной всегда. То есть ваши ухоженные волосы – это залог того, что ваш весь образ целиком будет выглядеть безупречно. Если, например, у вас отросли корни или, не дай бог, у вас какой-то ненатуральный, некрасивый, странный оттенок волос, то ваш образ целиком будет испорчен, несмотря на то, какими бы дорогими ни были на вас вещи. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите выглядеть дорого и роскошно, пожалуйста, обращайте внимание на то, как выглядит ваша шевелюра. Сейчас основной акцент идет на том, чтобы волосы выглядели максимально натурально. То есть это никаких кислотных оттенков, оставьте их подросткам, которые любят экспериментировать со своим внешним образом. Никаких рваных причесок, никаких экстремальных каких-то укладок, ничего такого быть не должно. Но максимально натуральные волосы, максимально натуральный цвет, ухоженные, блестящие будут залогом того, что вы будете выглядеть роскошно. Следующим пунктом на пути к вашему роскошному внешнему виду является ваш маникюр и ваш педикюр. В зависимости от того, как у вас зарастает кутикула, делайте маникюр один раз в неделю, или может быть чаще, или может быть реже, обращайте внимание, как у вас она зарастает. В следующих видео я обязательно расскажу, как я делаю свой маникюр и педикюр. По частоте педикюра зимой, я думаю, достаточно делать педикюр один раз в месяц, а летом это нужно делать чаще всего, потому что мы ходим в открытой обуви, наши ножки всегда на ногах, и из-за того, что открытая обувь никаким образом не защищает наши ножки, они грязняются, пачкаются, поэтому педикюр нужно делать чаще. Если вы ходите в сандалиях или босоножках, то я советую также, как и маникюр, делать педикюр чаще. Опять же повторюсь, что в одном из следующих видео я расскажу о том, как я делаю маникюр и педикюр, чтобы ножки и ручки были в хорошем состоянии и чтобы они всегда выглядели роскошно. По цветам я рекомендую придерживаться либо нюдовых нейтральных оттенков, либо спокойного, благородного красного цвета. Вот сейчас у меня на ногтях как раз один из таких спокойных красных цветов. Я рекомендую вам выбрать тоже цвет для своих ногтей, такой, чтобы он вам подходил. То есть, как правило, для женщин нашей средней полосы подходят такие спокойные, глубокие оттенки красного цвета. Обращайте ваше внимание, чтобы цвет на ваших ногтях не желтел, не синил ваши ногти. И тогда ваши ручки будут выглядеть всегда хорошо. И не забывайте мазать их почаще кремом, чтобы у вас не шелушилась кутикула. Следующая часть роскошного образа – это, конечно же, эпиляция. Колючий ёжик или, не дай бог, кудри – это недопустимая часть элегантной женщины, роскошной женщины. Поэтому обязательно следите за тем, чтобы нежелательные волосы под мышками, на ногах и в зоне бикини были у вас всегда удалены. Благо сейчас этому есть множество способов. Вы можете пользоваться как бритвой, как эпилятором. Можете использовать диодный лазер. Он совершенно безболезненный и очень хорошо прорежает волосы. Я, к сожалению, ходила на диодный лазер. Ходила больше года, регулярно, раз в месяц. Но того эффекта, который они обещают, к сожалению, не произошло. Но, тем не менее, я всё равно довольна тем результатом, который получила, потому что волос стало значительно меньше. То есть, мне кажется, их раз в пять стало меньше. И они стали тоненькими. То есть, если раньше мне приходилось брить ноги каждый день, то сейчас волосы растут гораздо медленнее и их гораздо меньше. Поэтому я очень довольна. И попробуйте диодную эпиляцию. Это совершенно не больно. И она даёт хороший результат. Вы можете так же, как и я, походить какое-то время на эпиляцию диодным лазером, а потом продолжить ваше удаление волос нежелательных с помощью бритвы. У вас не будет никакого ни раздражения, ничего. Не обязательно тратить кучу денег на дорогущие образы и луки, на дорогущую одежду. Важным является то, чтобы одежда у вас всегда была чистая, выглаженная и опрятная. Если вы не уверены в выборе какого-то там цвета, принта и рисунка, отдайте предпочтение просто однотонной одежде. Её гораздо проще сочетать. И выглядит она всегда благороднее. Посмотрите, например, на всех королевских особ. Чаще всего они склоняются именно к однотонным вещам. Что я и вам рекомендую, если вы хотите сделать ваш образ более дорогим и роскошным. Обувь – это та деталь вашего гардероба, на которую абсолютно все обращают внимание, но, к сожалению, мало кто за ней уследит. Я часто передвигаюсь общественным транспортом и просто диву даюсь, насколько люди халатно, скажем так, относятся к своей обуви. Иногда смотришь и думаешь, что такое ощущение создаётся, что чуть ли не с прошлого года человек не мыл обувь. И это очень странно, потому что все мы понимаем, что мы живём в городе, я живу в Москве. И здесь, например, сейчас весна и очень грязно. И хочется, конечно, если хочется выглядеть роскошно, то обязательно следите за своей обувью. Потому что неопрятная, негрязная обувь испортит ваш весь образ просто в секунду. Пусть даже не особенно дорогая, но хорошо вычищенная чистая обувь, блестящая, если у вас там полированная какая-то кожа или просто матовая, будет ваш образ сделать весь вкусным и красивым и собранным. Это были мои советы о том, как выглядеть роскошно и дорого. Если у вас есть какие-то свои секретики, поделитесь обязательно со мной в комментариях. Ну, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте палец вверх. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!